Первая мысль, которая возникает, когда пересекаешь границу национального парка Лосиный остров, как, наверное, здорово здесь работать. Опускаешься на землю, когда дорогу тебе переползает уш. Вот так быстро ты меняешь городской пейзаж на почти дикую природу. Специалисты отмечают, так или иначе, местные животные к людям привыкли, а обитатели биостанции тем более. Без людей они вряд ли смогут существовать. Отличный тому пример история местного старожила Лосихи Дины. Она уже давно готова к самостоятельной жизни, но попытки выпустить ее на волю не увенчались успехом. Который раз она возвращается в загон, позволяя себе максимум три часа прогулки. Оно и понятно, условия здесь уровня пятизвездного отеля и даже снежная зима не отразилась на местном поголовье. Животные перезимовали очень хорошо на территории, как и те, которые живут у нас на биостанции, наши воспитанники, так и дикие, которые приходили в зимний период на подкормочные площадки. Морозов достаточно сильных не было. Да, конечно же, в зимний период выпало в этом году у нас много снега, но за счет хорошей подкормки в зимний период все пережили зиму. В зимний период на территории на подкормочных площадках в дневное время стояли, кормились пятнистые дальневосточные олени. Зимой стадо кормилось около голов 70 в среднем, практически постоянно. И в ночное время заходили на территорию кабаны. Кабана собиралась в районе 35-40 голов. А вот годовалым лосям Степану и Доне зимовка в лосиной биостанции только предстоит. Здесь они около двух недель. Кстати, это брат и сестра. Родились в Ярославской области. Весной 2017 года они вышли из леса в деревню. Люди попытались их вернуть обратно в лес. Но лосята уходить обратно не ушли. Возвращались обратно к людям. Их подобрали, передали сначала в Ярославский зоопарк, где они прожили практически год. И вот на прошлой неделе эта парочка приехала к нам сюда на территорию. Сейчас они пока что у нас на карантине. Их не разрешаем никого кормить. Но они очень активные и идут, общаются, выходят, кормятся, поедают с большим удовольствием морковку. Сейчас эти ребята очень общительные. Человек воспринимают как сородича. Конечно, с возрастом это может измениться. Они настырные очень. Настырные, Степа. Очень настырные. Как тебе игра нашей сборной? Понравилось, да, когда они играли? Понятно, все понятно. Мы тоже все рады. Около 50 лосей сейчас обитают в национальном парке на воле. Но и они не прочь пообщаться с людьми. То, что лось может выйти к людям, хорошо известно жителям соседствующих с парком районов. Уже длительный период времени у нас в лесах нет никакой охоты. Лось животное крупное. Человек он практически не боится. И подходя ближе к окраинам парка, они встречают человека, они с ним постоянно общаются. И людей они не воспринимают как угрозу. И плюс порой люди самостоятельно пытаются подкармливать животных в лесу. Тем самым они привлекают зверя. Увидев лося в лесу, в природе, лучше не стоит подходить к нему близко. Сохранять дистанцию хотя бы метров 10 до зверя. Очень могут быть опасные лосихи в весенний период. Рядом с самкой будет находиться потомство, которое девочка будет защищать. И осенний период – это конец августа, начало сентября. В этот момент могут быть агрессивные самцы. Начинается брачный период, так называемый период гона. И уж точно не стоит подкармливать животное. Можете не переживать. Кормушки, расставленные на всей территории Лосиного острова, обеспечивают животных необходимым. Морковки хватит на всех. Знакомьтесь, Семен и Фрося. Эти красавцы также к вольной жизни не стремятся. Кабаны получили в биостанции прописку и очень этому рады. Эти кабанята забежали весной в Подмосковье на дачу к людям. Люди их начали подкармливать маленьких. Думали, что они одомашниться, станут у них ручные. Но кабанята начали перекапывать активно дачный участок, показывать свой характер, выкапывать все семена, то, что сажалось. И решили, что их нужно пристроить, найти им жилище. Они были отловлены. И к нам они попали в середине июня в 2016 году. С этого момента они живут здесь у нас. Соседство с человеком привело к изменению образа жизни этих животных. Теперь они не такие активны ночью, а еще вегетарианцы. Но на пышности их формы это никак не отразилось. На территории национального парка проводятся различные экскурсии. В рамках одной из них вы можете познакомиться и с обитателями биостанции. Гостей здесь встречают два раза в день, подстраиваясь под режим местных жителей. Именно он здесь главенствует, особенно в зоне тишины, месте, где размножаются птицы и животные. Гулять в Лосином острове также можно, но только в рекреационной зоне. Конечно, исключая шашлыки, музыку и танцы. Здесь столько интересного, что вам будет не до этого. Стоит поднять взгляд и можно увидеть редких орла на белохвосты или краснозобую казарку. Но не забывайте смотреть под ноги. Здесь тоже могут быть краснокнижные. Анна Раченкова, Денис Петров, Константин Бондаренко, Алексей Макаревич. Информационная программа «День».